Здравствуйте! Меня зовут Макеева Галина Анатольевна. Я директор Института среднего профессионального образования имени Константина Дмитриевича Уршинского МГПУ. Сегодня я хотела бы представить вашему вниманию один из стратегических проектов Московского городского педагогического университета под названием «Университетский проектный колледж». Целью данного проекта является разработка и внедрение новой образовательной модели колледжа, которая основана на переходе от алгоритмической подготовки операторов к реализации программы СПО на основе проектного подхода. В чем же заключается проблема? Система среднего профессионального образования сегодня сталкивается с рядом противоречий. С одной стороны, запущены национальные проекты, образование, демография, молодой специалист, которые направлены в том числе и на развитие СПО. Рынок труда ориентирован на мобильного специалиста. Стандарты среднего профессионального образования давно инициируют смещение акцентов от жестких навыков в мягким при подготовке будущего специалиста. В то же время традиционная система подготовки кадров СПО продолжает в ряде случаев по инерции готовить операторов, готовых работать по усвоенным алгоритмам, но теряющихся при решении нестандартных профессиональных задач. Унифицированный подход подготовки кадров не позволяет получить на выходе специалиста, готового к работе в условиях многообразия системы. До сих пор нет единых для всех решений преодоления инерции системы и эффективной ее перестройки. Именно на устранение этих противоречий и направлен наш проект. Основным проектным решением становится новая модель образовательной программы для педагогических специальностей СПО. Основные шаги по изменению в образовательной программе уже заложены в названии нашего проекта. Шаг 1. Университетский. Изменение структуры образовательной программы. 1 и 2 курс – это освоение программы основного общего образования и знакомство погружения в профессию через общепрофессиональные курсы. 1 и 2 года направлены на формирование гуманитарных компетенций и развитие критического мышления будущих учителей. После 2 курса для студентов создаются условия для выхода на единый государственный экзамен и получения возможности смены своей образовательной траектории. 3 и 4 курс посвящены профессиональной специализации. В это время наши студенты осваивают традиционные профессиональные модули, но появляется и новое. Ядерные курсы университета, реализующиеся на первых и вторых курсах бакалавриата, теперь доступны и для студентов среднего профессионального образования. Появляется такое новшество, как профессиональные модули по выбору. Их реализуют университетские кафедры либо работодатели. Именно эти модули позволят нашим студентам уже в рамках обучения понять, как дальше они хотят развиваться в своей профессии. Шаг 2. Проекты. Вся образовательная программа разделена на три блока. Проектный, теоретический и практический. Проект становится основным видом образовательной деятельности нашего студента на протяжении всего обучения. Теория как подкрепляющая основа, дающая все необходимое для реализации учебных проектов. Практику мы понимаем как место погружения в профессиональную среду и апробацию проектных продуктов наших студентов. Шаг 3. Колледж. Практика-ориентированный подход – основная специфика среднего профессионального образования. Поэтому мы не могли в своих изменениях обойти стороной практики. Мы расширяем практику. Базы практик становятся возможностью сравнения и анализа для нашего студента. Главный акцент мы делаем на разности этих баз и их качестве. При реализации практики мы используем принцип поступательности, ознакомления, частичное погружение и на последних курсах стажировка. Для успешной реализации первого проектного решения нам придется приложить усилия и в других направлениях. Вторым проектным решением для нас является исследование. Мы ставим перед собой задачу запуска экспертной площадки по формированию научной повестки по проблемам СПО, а также создание исследовательских коллективов для анализа и проектирования образовательного опыта в рамках модели «Университетский колледж». Мы планируем продолжить социологические исследования на базе контингента института, что и в дальнейшем позволит нам сформировать открытый банк контента для среднего профессионального образования. Для успешной реализации нашего проекта нужно еще одно решение – кадры. Мы планируем качественные изменения штатного состава у педагогических работников, внедрение системы внутреннего мониторинга работы педагогов, а также открытие школы педагогических кадров «Сподвижник». В рамках этой школы будут реализовываться программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки, а также магистрские программы, направленные на подготовку педагогов для системы СПО. Показатели эффективности нашего проекта вы можете увидеть на слайде. При формировании этих показателей мы в первую очередь делали акцент на наших проектных решениях. Уважаемые коллеги, огромное спасибо за внимание и надеемся, наш проект получит вашу поддержку.